Вести Карачаева, Черкесия 25 мая в общеобразовательных организациях Карачаевой Черкесии прозвенит последний звонок. Не менее 24 тысяч голосов должна обеспечить Карачаева Черкесия для получения субсидий на благоустройство парков и скверов в следующем году. И при поддержке президентского фонда культурных инициатив в столице Карачаевой Черкесии откроют тактильную музейную выставку по темным переулкам истории. Далее об этих и других темах подробнее. Карачаево-Черкесия 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 Компания ОГЭ Компания ОГЭ Карачаево-Черкесия 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 для продвижения себя. В этом же году откроется и Центр выявления и поддержки одаренных детей в северной части Черкеска, детский технопарк Кванториум на базе гимназии номер 18, а также 26 центров образования, точка роста в сельской местности и малых городах. Кроме того, после капитального ремонта в сельских школах республики откроются 4 спортзала и 4 спортивные площадки. В Узчгуте на сентябрь этого года запланирован ввод до школьно-образовательной организации на 80 мест. Региональная Минцифра запустила благотворительный челлендж «Декада добра». Совсем скоро – Международный день защиты детей. Праздник, который призван напомнить, что каждый из нас способен подарить радость ребенку. Впереди еще несколько дней, а это значит, что у всех есть возможность осчастливить десятки, а может быть и даже сотни детишек. Новый телевизор и велосипед от ведомства уже получили многодетная семья Исмаиловых из Узчгуты. За распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России, их дискредитации и призыва к введению санкций может грозить уголовная ответственность. Изменения внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях страны. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Евгения Перфилева. Распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины и Донбасса создает угрозу безопасности России, а также нарушает права и свободы граждан. Кроме того, призывы россиян, напрямую противоречащие интересам государства, также способны нанести реальный ущерб стране. Законодатель установил уголовную ответственность за подобные деяния. В начале марта в Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен тремя составами преступлений, предусмотренных статьями 207.3, 280.3 и 284.2. Согласно закону, в Уголовный кодекс Российской Федерации введена новая статья 207.3 о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет в случае наступления тяжких последствий. Также в соответствии со статьей 280.3.3 это публичное действие направлено на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Максимальное наказание по ней это лишение свободы до 5 лет. На базе Центра «Мой бизнес» организована и работает горячая линия, куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения и оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности сообщила начальник Центра поддержки предпринимательства Елена Чернеева. Министерство экономического развития Карачаева Черкесской Республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес КЧР» запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших форс-мажорных обстоятельствах, а также сообщить о проверках контроля надзорных органов. Задача горячей линии – предоставить информацию, помочь и разъяснить предпринимателям их права. Также для предпринимателей Карачаева Черкесии открыты двери Центра «Мой бизнес» по адресу город Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты Центра окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты горячей линии 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы Центра – будни с 9.00 до 18.00. При поддержке президентского фонда культурных инициатив в столице Карачаева Черкесии откроют тактильную музейную выставку по темным переулкам истории. Экскурсии по ней будут проводиться в полной темноте. В рамках проекта планируется создание экспозиции из копий 30 предметов археологических находок Раднего Средневековья Западного Кавказа. Она будет выставляться в отдельном зале музея-заповедника имени Барии Байчоровой и на стенде для тактильного осмотра с подробным описанием шрифтом Брайля. Во время выставки и далее экспозиционный зал будет оборудован поручнями и напольной рельефной разметкой, а экскурсии будут проходить в полной темноте. Реализация проекта запланирована с август по декабрь этого года. В Ставрополе состоялись межрегиональные соревнования по легкой атлетике среди сборных команд территориальных органов МЧС России Северокавказского федерального округа. По итогам напряженной спортивной борьбы тройка лидеров определилась следующим образом. Первое место досталось команде главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. На втором месте наши спортсмены и замкнула тройку лидеров команда правления МЧС Северной Осетии Алании. Архысская сосна, которая уже без малого два века снова борется за звание Российское дерево года. Проголосовать за дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья памятники живой природы» до 1 августа. Об этом рассказала советник министра природных ресурсов и экологии Республики Медина Буташева. Архысская сосна снова борется за звание Российское дерево года. Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья памятники живой природы» по ссылке «Роздерево.ру» в период с 1 мая по 1 августа 2022 года. Сосна обыкновенная высотой 30 метров растет на поляне Таума в окрестностях села Архыс. Конкуренцию нашему дереву составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья-участники занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Мы призываем всех жителей Карачаева Черкесской Республики, патриотов и истинных ценителей, любителей и родной природы принять участие в выборе Российского дерева 2022 года. Номер Архысской сосны на сайте для голосования 22. Спортсмены Карачаева Черкесии приняли участие в большом турнире по греко-римской борьбе «Школьная борцовская лига Поддубного» среди юношей, который прошел в Москве. В результате упорной борьбы копилку наград республики пополнили Назар Киков, Рахим Сатемиров и Рустам Кемрюгов. Радио России. Карачаева Черкесия. Погода. Радио России. Карачаева Черкесия. Карачаев. 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 Карачаев.